МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К середине 260-х годов до нашей эры Римская республика окончательно подчинила себе Апеннинский полуостров. Дальнейшая экспансия Рима сделала неизбежным его столкновение с другим могущественным государством, Карфагеном. Пунические войны, или, как у Рима, появились первые провинции. У меня сегодня в гостях историк Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа! Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. Автор монографии и публикаций в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории древнего мира» и переводов фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института. Кандидат исторических наук. Научный редактор журнала «Новая и новейшая история». Автор монографии и книг, в том числе и серии «Жизнь замечательных людей». Итак, продолжим наши победоносные и не очень победоносные походы Римской Республики. К середине IV века до н.э. Рим, в общем и целом, восстановил свой потенциал. Перестал быть деревней. Нет, это безусловно. Уже давным-давно это состоялось. Но Рим восстановил свой военно-политический потенциал после страшного гальского разгрома. Погрома, даже я бы сказал. Рим, после того, что римляне называли «Кладос Оленис», то есть вот этого жуткого совершенно разгрома при Алии. Хорошо известного нашим зрителям по комедии французской «Астерикс» и «Абиликс». Да, да, совершенно верно. Итак, Рим именно к середине IV века до н.э. собрался с силами и стал сильнейшим государством на полуострове. Собственно, кто были его враги в этот момент? Это сомниты, гаулы, этруски и греки. Вот пойдем поэтапно. Опять же, в общем и целом, да, чтобы потом конкретически перейти. Сомниты. Сомнитыми римляне столкнулись из-за кампании. Потому что те и другие туда проникали. Сомниты не хотели римлянам кампанию отдавать. А римляне расширяли свою территориальную экспансию. Небольшая область к югу от Рима, в Южной Италии. Но если Рим в Центральной Италии находится, стало быть, кампания южнее. И вот из-за этого возник конфликт. Главное, город Неаполь, который все прекрасно знают нынешней кампании, а тогдашней КП. Всего было три сомнитских войны. Принято выделять три. Первая была скоротечная, 343-341 годы до н.э. Компания осталась за римлянами. Сомниты попытались взять реванш. В 327 году до н.э. начинается следующая сомнитская война. Она была на редкость упорная и шла с переменным успехом до 304-го года. То есть, 23 года. И именно во время этой войны и произошла другая войная катастрофа, о которой, я думаю, мы попозже подробнее поговорим. Это, так называемая, битва в Кавдевском ущелье. Хотя, в общем-то, как мы дальше увидим, до битвы дело не дошло. 321 год до н.э. Сомниты снова разбиты. И на этот раз они уже долго не могли оправиться. Но в 298 году до н.э. они в очередной раз постарались взять реванш. Началась уже третья война. И эта война продолжалась до 290 года. Кончилась она уже окончательно полным поражением сомнитов. Собственно говоря, эта проблема была решена. С галлами столкновения продолжались до 30-х годов 4-го века. Галлы несколько раз пытались на Рим напасть. Подходили несколько раз довольно близко к городу. В частности, в 350-м, 349-м годах. Но к 30-м годам успокоились, образно говоря. Устали. К счастью, к счастью для римлян. Да, конечно. И потом столкновения возобновились уже в 3-м веке. Об этом тоже поподробнее поговорим. Затем, что касается этрусков. Они периодически выступали на стороне сомнитов и галлов. Окончательное покорение Этрурии относится к 265-му году. То есть, собственно говоря, это знаковое событие. В Альсине последний независимый, крупный, богатый этруский город покорен Римом. И на этом завершается завоевание Италии в 265-м году. И последнее. Что касается греков, то здесь... Еще достаточно сильных тогда. Да, безусловно. Здесь на первом месте стоит конфликт с Тарентом, из-за которого произошла знаменитая война с Пиром 280-275-го годов до Нашера, которую римляне хоть и с большим трудом, но все-таки выиграли. Пир. Царь и Пира. Государство на севере Греции. В историю вошли блестящие кампании, проведенные Пиром в Южной Италии и Сицилии. Пир был приглашен в Италию жителями Тарента, которым угрожала опасность вследствие продвижения римлян на юг. Пир дважды при Гераклии и Аскуле одерживал крупные победы над имскими легионами, но его собственные потери в людях и снаряжении оказались столь значительными, что возникло выражение «Пиррого победа». Согласно легенде, когда спросили антигона македонского царя, кого он считает самым выдающимся полководцем, он сказал «Пирра, когда станет взрослым». Правда это или нет, сказать сложно. Скорее всего, позднейший анекдот. Пир действительно был выдающимся полководцем, но и только выдающимся полководцем. Ни на одном другом поприще он не прославился. И когда его спросили, какой из флейтистов ему больше нравится, он сказал «Лучший полководец Полиперхон, ибо царю надлежит рассуждать только о военном деле». И про него ходил анекдот, который ходил также и о Дмитрии Полиаркете, что он совершенно не занимался делами и выбросил прошение в реку. Из-за этого он, собственно, дважды терял власть над Македонией, которую дважды столь же успешно захватывал. И из-за этого он, собственно, видимо, не добился успеха во многих своих других начинаниях. Что касается Первой Победы? Что касается Первой Победы, то когда он начал войну с римлянами, он пришел с прекрасно обученной и лично преданной ему армией, но небольшой армией, армией одного состава. В ее составе были и пехоты, и конницы, и слоны для Италии, и диковинные животные. Вероятно, он их вообще первый привел в Италию. Римляне впервые их увидели, и свое поражение в битве при Гераклее в 280 году приписывали именно тому, что у Пирра были слоны, ну а так они и, конечно, бы его разбили. Когда Пирра разбил через два года в сражении при Аскуле, на сей раз они все списали на высокие потери и говорили, что на самом деле, конечно, хотя Пирра победил, но он понес такие большие потери, что потом всем говорил, еще одна такая победа, и я останусь без войск. По-видимому, потери были действительно тяжелые, но, может быть, не столько в чисто арифметическом исчислении, сколько в процентном. У римлян мобилизационные ресурсы были огромные, они могли на место одной армии выставить еще другую, третью, четвертую, а у Пирра была одна, потому что те войска, которые он мог набрать из местных жителей, были куда меньше обучены, чем его собственные ветераны. Поэтому легенда легенды, а суть все-таки схвачена верно. Потом он ушел на Сицилию, чтобы с помощью местных ресурсов потом двинуться на рим. Но вот там его подвело и собственное неумение вести политические дела, и греки не хотели себе нового властелина, они хотели только, чтобы он их освободил от карфагинян, он предложил карфагинянам слишком жесткие условия убираться с Сицилией совсем. В итоге Сицилии пришлось убраться ему самому, а сражение при Беневенте, которое он не то чтобы проиграл, а скорее не выиграл, ему пришлось отступить. Римляне, конечно, это изобразили как полный разгром, на самом деле он ушел с поля боя более или менее в порядке, и с этой же армии уехал в Грецию, где после многих еще перипетий погиб, став жертвой, опять-таки, собственной глупости, уже военной, как ни странно. Он ввел в город Аргас слонов. Сколько говорили, что зря советские военачальники использовали танки в городских боях. Пир был их предшественником, он ввел слонов в город, естественно, это привело к запруживанию на улице города, его собственная армия не могла продвинуться, маневр был затруднен. Согласно легенде, он был убит старухой, которая бросила ему горшок на голову, увидев, как он собирается убить ее сына. Конечно, реакции старухи приходится удивляться, она успела заметить, Пир дал ей время еще прицелиться, да еще попасть так, чтобы шлем его не спас. Совсем не героическое снижение. Конечно, это очередная нигде, ясно то, что... Практиковалось в метании горшков очередной. Конечно, это очередной анекдот. Факт тот, что он погиб из-за неграмотной организации штурма города, и на этом его одиссея закончилась. Но римляне пока не узнали о смерти Пирра, торрент занять не посмели, ради которого он увязался в италийские дела. От Пирра осталось только Пиррова победа в сознании большинства людей. Такие же слова примерно приписывали еще и другим полководцам. В частности, их произнес герцог Кембриджский после сражения на реке Альми в Крыму в 1854 году. Но на самом деле он, конечно, был одним из самых выдающихся полководцев эллинизма, но про него Антигон, только уже другой Антигон, а может быть и тот же, говорил, что Пирр умеет сделать удачный бросок костей, но не знает, что делать дальше. Известно, что в свое время сцепион африканский, но это если мы немножко вперед забежим, тот самый сцепион африканский, который разгромил Ганнибала и победоносно завершил Вторую Пуническую войну, Так вот, уже спустя много лет он встретился с Ганнибалом, и у них зашел разговор на предмет того, кто является величайшим полководцем в мире. Сцепион, явно напрашиваясь на комплимент, наверное, и так, спросил об этом у Ганнибала, кого бы Ганнибал поставил на первое место. Ганнибал сказал, что Александра Великого. Кого же на второе? А на второе он поставил бы Пирра. Ну и на третье, сцепион добивался, наконец, того, чего хотел. И Ганнибал ответил, а на третье место я бы поставил себя. Ну, сцепион совсем уж обиделся и спросил, хорошо, а на какое же место ты поставил бы себя, если бы я тебя не разбил? И Ганнибал, желая, очевидно, подсластить пилюлю, сказал, тогда я поставил бы себя выше Александра. Я бы хотел, вообще-то, за Пирра заступиться, в том плане, что он был еще писателем, он написал мемуары, он был военным теоретиком, но, к сожалению, мемуары до нас не дошли. Правителем он был, ну, как политик он был очень посредственный, он был действительно полководцем. Он правил областью под названием Эпир в Северной Греции, это область такая полуварварская, греки Эпироты вообще и за греков-то не считали, можно сказать, они их называли варварами. Очень бедная область, и тем не менее, Пир носился с мыслью создания великого Эпира. Он был действительно очень удачливый полководец. Об этом уже то говорит, вот, о том, что он был умелый и удачливый полководец, что его боялись и греки, и римляне. А, собственно говоря, как он попал в Италию, он же не сам туда прибыл, да, не по собственному почину. Он был авантюрист, который был готов воевать с кем угодно, за что угодно, и не за деньги, а за славу, да, и где угодно. Абсолютно верно. У римлян, как я уже говорил, произошел конфликт с Торрентом, с богатым, могущественным городом Торрентом. Римляне расширялись, продолжалась территориальная экспансия, конечно. Они просто решили проглотить Торрент, образно говоря, как они это сделали до тех пор со многими другими государствами, общинами, племенами и так далее. А Торрентинцы подчиняться не хотели. Но прекрасно понимали, что сами сражаться не в состоянии, потому что, ну что они в лучшем случае могли римлянам противопоставить? Ополчение. Римляне, конечно, не сражались лучше. И не слишком многочисленные. Да, именно. И, кстати, сами не горели желанием выходить в поле. Вот тут Катир и подвернулся. И, кстати говоря, такой момент, а на какие деньги, спрашивается, он навербовал 25 тысяч наемников из 20 слонов, да, еще 20 слонов было, да. Не бог есть сколько, но целая бригада, скажем так, да. Ну, батальон. Не танковая, но, да, слоновья такая бригада. На какие деньги, собственно говоря, он туда прибыл? Оказывается, его вооружали и спонсировали все крупные эллинистические цари. Они были рады, что он... Чтобы он убрался. Конечно, они его сплавили туда. То есть, они и денег ему дали, и слонов, и войско помогли навербовать. Главное, чтобы он оттуда уехал, наконец-то, потому что он был возмутителем спокойствия. Ну, а дальше римляне, конечно, не представляли себе, с кем им пришлось столкнуться. Они увидели слонов, они были шокированы. Они их назвали луканские быки. Лукань – это область на юге Италии. Они впервые на юге Италии с этим совсем столкнулись. И слоны, конечно, сыграли большую роль в победе. Психологическую. Да, но это не все. Это миф в значительной степени. Мы живем историческими мифами, один из которых Пирова Победа. У Пирра, помимо его таланта, несомненного, полководческого, у него была еще великолепно организованная армия. Фаланга, состоявшая из профессионалов, которые сражались за деньги. А кто такие римские воины? Это ополченцы, извините меня. Это милиция. Конечно, они воевали каждый год, они насобачились, грубо говоря, в этом деле. Но это были крестьяне. Против лома нет приема. После первой самницкой войны римляне закрепились в Кампании, в самой плодородной области Италии. И под их контролем оказались главные города Капо и Неаполь. Капо – это, собственно, Кампанский город, Неаполь – это греческая колония, новый город. После второй самницкой войны они овладели всей Кампанией, а после третьей, собственно, уже с Амниями. А что касается трех войн, то, по-видимому, все-таки правомерно говорить как минимум о четырех. Просто римлянам было неудобно признать, что после капитуляции в Кавдинском ущелье, где их провели под Ермом, то есть, между двумя охотниками, которые были перекрыты третьим. Они попали в окружение в ущелье, и консулы понимали, либо их армию истребят, либо они сдаются. Согласно легенде, Сомниты держали совет между собой, что их перерезать или отпустить. И выбрали что-то среднее отпустить, но унизить, чтобы было хуже всего. Взяли заложников. 600 человек. Да, и римляне несколько лет сидели тихо, то есть, фактически войну они проиграли. Но потом они снова зашевелились и, в конце концов, выиграли, но фактически это была уже третья Сомнитская война. Римляне, конечно, не могли признать, что они войну проиграли, поэтому они пришли две представить как одну. Так же, как Столетняя война представляет собой несколько этапов. Ну вот, и в конечном счете Сомнитов разгромили, и впоследствии Сомниты были для них страшным врагом, даже когда уже и не выступали, и когда во время Гражданских войн Сомниты приняли в ней участие, им все это кровь и отлилось. Особенно если учесть, что они еще во время союзническое себе напомнили, но учитывая, как они тихо сидели потом, до первого века, до нашей эры, видимо, римляне с ними расправились очень жестоко, что у них, видимо, просто даже не было сил как следует о себе заявить. Вот я бы хотел еще добавить вот что, к римскому мифу. Возникла такая легенда о подвиге, довольно необычном, я бы сказал, вообще в истории необычном, подвиге представителей трех поколений одной и той же семьи. И всех этих трех людей, консулов, их звали одинаково, публи децимус. И вот возникло предание о том, что каждый из них пожертвовал собой, пожертвовал своей жизнью, принес себя в жертву подземным богам во имя победы общины, римской общины на поле боя. Первая такого рода акция произошла во время Второй Латинской войны, это 338-й годы до нашей эры, в промежутке между Первой и Второй Самницкими войнами. Затем, что интересно, судя по всему, сын старшего публи децимуса, наверное, гипнотизированный примером отца, совершил аналогичный подвиг уже в битве при Сентине в 296 году с галлами и сомнитыми. И третий представитель этой фамилии, уже стал бы сын и внук, публи децимус, уже в 279 году, во время войны с пиром, в битве при Аускуле, совершает аналогичный подвиг. Правда, римлянам победы не принесли. Да, но тем не менее. И еще одно буквально слово о битве, не о битве, а о капитуляции в Кавдинском ищеле. Первое, это то, что римляне отказались, Сенат отказался утвердить договор, заключенный консулами, и в полном составе выдал и консулов, и военный совет, всех, кто заключал мир, но сомниты сказали, а зачем нам ваш военный совет? Всю армию отпускали, выдавайте нам армию обратно. И второе, это то, что впоследствии римские авторы, описывая поражение римских войск, периодически вспоминали об проведении под Ермом и приписывали противникам, что те опять провели римлян под Ермом, хотя, если серьезно приглядеться, кроме как в Кавдинском ищеле этого не было ни разу. Но вот таково было влияние этого унизительного случая, что этот призрак проведения под Ермом мерещился потом еще не меньше двух-трех столетий. Откуда вообще возникло название «Пунические войны»? «Пунические войны» получили свое название от римского, латинского слова, которое обозначало карфагеан, в сущности это искаженные финикийцы. И по их имени уже войны стали называться пуническими. Самые, можно сказать, знаменитые войны. Да, самые знаменитые войны в истории Рима. Финикия – древняя страна на восточном побережье Средиземного моря, береговая полоса современного Ливана и Сирии. По преданию, финикийцы пришли сюда от берегов Эритрейского моря. Финикийские города-государства Библ, Тир, Сидон и другие вели активную морскую и сухопутную торговлю, основали ряд колоний Средиземного моря, в том числе карфаген. В VI веке до н.э. Финикия была завоевана перцами. В 332 году до н.э. Александром Македонским. К 265 году до н.э. римляне завоевали всю Италию. И началась экспансия дальше. Да, разумеется, они не остановились на достигнутом. До этого у них были совершенно нейтральные отношения с карфагеном. Было несколько договоров подписано. В 509, в 348, в 278. Но эти договоры носили торговый характер, потому что никак не пересекались интересы. Собственно говоря, римлянам и карфагенам делить было нечего. А после того, как римляне дошли до Мясинского пролива, до оконечности Аппенинского сапога, перед ними замаячила заманчивая цель. Сицилия. Пир, еще убираясь в Сицилии, якобы сказал, какое аресталище для римлянных карфаген. Не оставляю, историки спорят, говорил он это или нет. Это не имеет значения, но то, что он его оставил, это правда. Нужен был казус Белли, то есть повод к войне. И таким яблоком раздора стала Мясина. Это как раз город на севере, Мясана, современный. Наоборот, тогда Мясана, а сейчас Мясина. На севере Сицилии, остров, который был захвачен Мамертинцами, то есть город, который был захвачен Мамертинцами, наемниками, они терроризировали местное население, и когда у сиракузского тирана Герона лопнуло терпение, он решил расправиться с ними. Эти наемники перепугались и стали думать, кому бы им обратиться за помощью. Вот здесь-то они раскололись, и одна часть обратилась за помощью к Арфагену, а другая к Римскому Сенату. И этот случай был сочтен подходящим поводом для того, чтобы начать войну. Римляне переправляют консульскую армию, и начинается война. 264-241 год. 23 года продолжается Первая Пуническая война. Казалось бы, Сицилия такая маленькая, где там 24 года? Не такая уж и маленькая. Вообще-то, говоря, самый большой остров в Средиземноморье. Не, ну, как бы по-любому. Остров, и будучи там, понятно, что 24 года бегать друг за дружкой, это сколько кругов? Точнее, 23. Но они воевали не только на Сицилии, но и в Африке. Так что это еще... Воевали на море. Здесь главная была проблема какая, ведь Карфаген был морской державой. Да, флот у них был мощнейший, мощнее, чем... А у римлян флот-то был, но он был дохлый. Маленький совсем. Тем более мало иметь корабли, надо же иметь не только корабли, но и хорошо обученные экипажи. Да, ни команды, ни морской пехоты, конечно, ничего этого не было. И римлянам пришлось озаботиться созданием мощного конкурентоспособного, скажем так, военно-морского флота, потому что без него как и без рук. Карфагенине осуществляли набеги на побережье и доставляли в свои морские базы, типа Лилибея и дрепаны, продовольствия, подкрепления и так далее. Без флота победить Карфаген было совершенно невозможно. Римляне в кратчайшие сроки решили эту задачу. То есть, уже к 260 году у них был довольно мощный флот. Порядка 30 кораблей? Нет, порядка 200 судов уже в общей сложности. Они очень быстро построили. Они заставили итальянских союзников работать. Они на суше обучали команды грести веслами. И в первом столкновении Карфагене легко одержали верх, а дальше начинается победа римлян. 260 год, битва Примила, Гай Дуилий разгромил карфагенский флот. За счет чего они придумали оружие чрезвычайно эффективное. Это корвус. То есть, перекидной абордажный мостик, который можно было вращать в разные стороны. Корабль подплывал, этот корвус, то есть, ворон, клювом цеплялся за палубу. И затем римляне превращали морское сражение в сухопутное. Гениально просто. Они же были сильны на суше. И, так сказать, призовая команда перебегала на вражеский корабль. И легионеры очень быстро своими короткими мечами, гладиусами решали исход боя. И уже в сражении Примилы большая часть карфагенских кораблей была взята на абордаж и захвачена. И в Риме состоялся первый триумф основализ. То есть, морской триумф. И в честь Гая Дуиля была поставлена первая растральная колонна, Кулумна Рострата, с растрами. Это носы захваченных кораблей, носы сторонами. Трофеи. И Гай Дуили получил совершенно немыслимую от Сената привилегию. Его, значит, примировали как? Сопровождал флейтист. И факельщик, когда он вечером возвращался без пира. Это очень забавно, мне кажется. В боях-то они, конечно, выигрывали, но несколько их флотов погибало от бурь. И они потеряли от бурь кораблей больше, чем карфагеняне от сражений. Лично я сомневаюсь, что дело заключалось в бурях. Я думаю, списывали просто во многом. Есть такое мнение. Это понятно. Полиби-то пишет о бурях. Но есть такое веское мнение, что римляне зачастую списывали на бурь. Ну, это, конечно, возможно. Но они просто не умели предсказывать погоду. У них же не было опыта. Просто карфагене в это время в море не выходили. А римляне могли выйти или вовремя не вернуться в порт. Так что это, возможно, и так, и так, как говорится. За всю войну карфагене выиграли в дальнейшем только одно сражение на море. И то благодаря ошибкам римского командующего. История была такая характерная. В 249 году консул публик Клавдий Пульхар пытался захватить Дрепану. И он должен был дать морское сражение. Вот перед сражением нужно было совершить ауспицы по римскому обычаю. То есть, птицегадание из клеток достали. Кур, которые должны были клевать зерно. Зерна от насыпали, отказались они это пшено клевать. Но Клавдию Пульхару очень хотелось начать сражение. Он был уверен, что он выиграет это сражение. А вот это досадное признаменование, оно препятствовало начать бой. И тогда в раздражении Клавдий сказал, ну что ж, если не хотят есть, пусть напьются. И приказал выкинуть за борт священных кур. Но римляне, которые вообще были очень суеверны, подчинённые Клавдия, они сочли, что дело закончится плохо. И именно так оно и произошло. То есть, видно, воины уже настроились на поражение. Поражение было страшно. Скорее всего, конечно, воины даже и не знали об этом. Возможно, что и история... Ну, разнёсся слухи, мы знаем, разносятся очень быстро. Ну, на кораблях это сложно, это не армия, где можно... По крайней мере, кто его знает. Но факт остаётся фактом. Легенда есть такая. Римляне потерпели поражение. Спустя много лет, кстати говоря, в Риме сестра Клавдия, как-то перемещаясь по узким, забитым толпою улицам Рима, улочкам Рима, она попала в пробку, говоря современным языком. Её лектика, то есть носилки, не могли продвинуться. И тогда она в досаде громко пожалела о том, что умер её брат. Вот дал бы он ещё одно сражение, очень сильно поубавил бы эту толпу на форуме. Но эти слова услышали, и её привлекли к суду за оскорбление величия римского народа. Была и такая статья. Риме было за маистатис. И, в общем-то, она пострадала очень существенно. То есть, вот это пример того, что надо хорошенько подумать, прежде чем говорить. Насколько я знаю, позже высшему сословию было запрещено иметь корабли в Риме, которые могли брать больше, чем 300 амфор на портах. Да, это 20-й год, но это касалось только торговых. Да, торговых. Давайте поговорим, как вывели военные корабли. Вообще, на пальцах это всегда сложно. Нет, ну, как бы на пальцах, понятно, там 20-30 метров. Ну, во всяком случае, скажем так, что римские корабли были гораздо более манёвренны, потому что они были меньше. Финикийские корабли вообще были очень крупные. Ну, если вспомнить знаменитую биту при Соломине, да, вот можно какие-то параллели провести. Почему? Потому что и у греков тоже очень юркие были суда, вот эти вот триеры, которые тараняли вражеские корабли. А флот царя персов, он же состоял из финикийских судов. Соломинское морское сражение между греками и персами произошло в сентябре 480 года до нашей эры, близ острова Соломин в Сараническом заливе Эгейского моря, неподалёку от Афин. В течение нескольких часов грекам удалось потопить, захватить и вывести из строя около 200 кораблей противника. Потери греков составили около 43 лет. Римляне, сознавая, что всё равно объективно они уступают подготовленности карфагенских экипажей, они, как я уже сказал, превратили морское сражение в сухопутное. То есть, они сделали то, что и должен сделать умелый выначальник, то есть, отобрать инициативу у неприятеля. Да, совершенно верно. Тут ещё, наверное, немаловажная деталь – это то, что корабли того времени были вёсельные. То есть, парус не использовался так, как в последующие времена, ход был на вёслах. И эффективность управления кораблём, его скорость в значительной степени зависела от того, сколько гребцов приходилось на каждый борт. Да, кстати, поэтому римляне-то и начали с обучения гребцов на суши. Ну, скорость-то была невелика, по-моему, она где-то порядка 7 километров в час. Так что почти столько же можно выдавать пешеход. На вёслах-то это весьма и весьма такое непростое упражнение, скажем. Как есть. Да, у викингов самым мужским занятием считалась даже не война, а гребля. Ну, и, соответственно, рядов-то гребцов было немного. Два, три, наверное, вот так вот. Ну, римляне в основном считается используя ликвинку и римы, то есть, пятирядные суда. Ну, на этот счёт разные. Есть мнения. Вот, собственно, в последние годы появляются исследования детальные на этот счёт. И выясняется, что очень много вопросов вообще на самом деле. Что там имеется в виду? Пять рядов, да, и как они были расположены. Ну, да, как они рассаживались. Да, как они рассаживались. То ли это была конструкция в несколько ярусов, то ли они друг за другом сидели. Вообще трудно, наверное, на самом деле сказать. Ну, да, потому что... Но есть и конструкции самые разные. Ну, да. То есть, артефактов не сохранилось или достаточно хороших описаний? Ну, рельефы, рельефы есть. Ну, да. Изображения на монетах. Да. Очень, правда, схематичные. Ну, да. А письменные источники детальных описаний практически не дают, потому что Риттеры писали историю. Тит Ливи, например, он был кабинетный учёный, он ничего не понимал в этом деле. Тут, наверное, надо ещё сказать о том, что собой представлял Карфаген до начала Первой Кунической войны. То есть, по сути, это было государство, равное, если не более мощное, чем Рим, применительно к этому театру военных действий. Ну, да, разве что применительно к этому театру военных действий, потому что трудно сравнивать Льва и Ливиафана, скажем. Ну, да. Вот. То есть, до 265 года разные были сферы интереса. Вот в чём дело. Ведь Карфаген – это же, прежде всего, морская держава, финикийская колония, которая известна с 1814 года по традиции, принято, по крайней мере, считать. С IX века до н.э. существовала эта колония, которая со временем чрезвычайно разбогатела, городом управляла олигархия, то есть, ну, какой-то аналог Римскому Сенату. Но всё-таки римляне, они были более сплочённые, и гражданское чувство в Риме было развито больше и глубже. Я вам приведу простейший пример. Когда война подходила к концу, по той простой причине, что обе стороны выдохлись окончательно, не было средств для того, чтобы нанести последний удар и построить флот. И карфагене эту проблему решить не смогли достаточно эффективно. Почему? Из-за шкурных интересов представителей олигархии. Купцы не собирались жертвовать деньги на нужды общины. А вот римляне, образно говоря, пустили шапку по кругу и в складчину, буквально в складчину, когда богатые люди скинулись и на эти деньги построили недостающие 200 судов. И нанесли решающий удар. Это, правда, не за даром, это был военный заём. Не, ну, это понятно. Но, тем не менее, в решающую минуту уже было раскашелись. Нет, ну, собственно говоря, римляне всё время воевали с соседями. То есть, очень долгое время у них в сознании сидело, что они воюют про Дома Суа, так сказать, в свои очаги. Ну, да. А карфагене они воевали всё время где-то там. Для них представление врагу ворот, оно давным-давно уже отмерло, и они привыкли воевать, вести колониальные войны, и для них подобные меры просто казались ненужными. А зачем, собственно, за горло не хватает, жареный петух не плюёт, зачем же тогда такие страшные меры? И в итоге они из-за этого борьбу с Римом и проиграли. Римляне каждую войну вели как отечественную, по привычке, а карфагеняне каждую войну вели как колониальную, очень далёкую, которую можно выиграть, можно проиграть, всё равно мир не обрушится. И собственной жадности, в конце концов, и погубило. Ну, как известно, с идеологической точки зрения римляне всякую войну вели как отечественную, они сплошь вели оборонительные, справедливые войны. Да, если мы вспомним Цицерона, он же говорит о том, что мы веками вели оборонительные войны, справедливые войны, защищали союзников и самих себя, и в результате завоевали весь мир. А что касается колониальных войн, то римляне очень быстро почувствовали к ним вкус. И воевать там они стали уже в 256 году. То есть, вот смотрите, 9 лет прошло после начала войны, а римляне уже перенесли войну на территорию противника. На коренную территорию противника, не на Сицилию, а, собственно, в Африку. В Северную Африку, да, они организовали военную экспедицию. После очередного поражения карфагена на море, крупный римский флот с консульской армией, Марк Атилии, Атилия Регу, возглавил эту армию. Римляне переправляются в Северную Африку, и начинается победоносный марш по карфагенской земле. А Пиан пишет о том, что 70, по-моему, да, было разных городов, местечек захвачено. В общем, 70 или 70, пойди, проверь. Но главное, что много. Населенных пунктов, скажем так. Да, населенных пунктов. Регул захватывал один населенный пункт за другим, и карфагеняне пришли в смятение, запросили мира. Римляне настолько были уверены в победе, что вели себя довольно заносчиво. Слишком многого захотели. Да, они считали, что пора вести речь уже о капитуляции карфагена. И более того, ослабили свою армию, то есть, в общем-то, половину контингента они отправили на родину. В общем, как говорится, кому боги хотят побубить, того лишают разума. То есть, Регул и римский сенат вместе с ним совершили страшную ошибку. Они остались зимовать, полагая, что карфаген никуда не денется. А карфагеняне, которые оказались припертыми к стенке, образно говоря, они были вынуждены активно защищаться. Даже самый отъявленный трус, когда дело идет о жизни и смерти, он вынужден предпринимать усилия для защиты. Карфагене пригласили гастролера, заезжего иностранного полководца, Ксантипа, спартанца, который возглавил наемную армию. Что, что, а деньги на наемников нашли из такой кризисной ситуации. И в результате карфагеняне, пользуясь подавляющим превосходством в силах, нанесли мощнейший удар и, в общем-то, разгромили армию Регул. У него оставалось-то к этому времени 15 тысяч пехот, а конец вообще какое-то смешное число, там несколько сот кавалеристов. Сам Регул был пленен, и от римского контингента осталось тысячи две человека. Они где-то там вжались к морю, на побережье остатки этого войска уже подобрали римские транспортные суда, которые с опозданием прибыли. То есть, это была одержанная карфагенем вчистую победа, которая продолжила войну еще на 15 лет. Что касается судьбы Регула, кстати говоря, мы не знаем, чем все закончилось, Хотя в дальнейшем в Риме были созданы легенды и мифы о том, что якобы Регула под честное слово отпустили в Рим. Он должен был уговаривать римский сенат заключить мир, но Регул, как патриот, сделал все с точностью наоборот. То есть, он призвал римлян вести войну до последнего человека, а сам, будучи верен клятве, как же иначе может быть, Добродетели римляне возвращаются в карфаген, и там этими негодными пуницами он был замучен до смерти. И даже римляне рассказывали легенду о том, что якобы его посадили в клетку, утыканной острыми гвоздями изнутри, И вот будто бы таким образом замучили. И дело дошло до того, что даже родственники Регула в Риме поверили в это, И в отместку замучили нескольких пленных знатных карфагеней. То есть, они над ними так издевались, что, в конце концов, даже сенат вынужден был вмешаться. Ну, строго говоря, тут можно повернуть историю по-другому. Если его действительно отправили в Рим, а что ему оставалось сделать? Ну да. Воспитание сказалось, разумеется, он не мог призывать соотечественников не воевать. Дважды консулу надо было унизиться сверх всякой крайности. Когда на тебя смотрят все твои бывшие товарищи, и даже бывшие враги, и тем более надо перед ними показать себя. А то, как он кончил жизнь, мы толком не знаем. Вообще, карфагене были люди не менее жестокие, чем римляне, а может быть, даже и более. И, по-видимому, точно римляне-то и сами не знали, что с ним случилось. Погиб он или не погиб, неизвестно. Должен был погибнуть. Герой не может умереть своей смертью. Так же, как сейчас модно уже много лет легенда о том, что Александр Невский был отравлен. Не отравлен, но должен был быть отравлен. Как же так? Обычай распятие на кресте пришел же оттуда. То есть карфагене не распинали на крестах. Карфагене сделали очень удачный шаг. Они начали малую войну на Сицилии с 247 года. Талантливый полководец Гамилькар Барк, отец будущего великого Ганнибала. Он повел малую войну. То есть, ну, по сути, партизанскую войну. А поскольку в партизанской войне никто никогда не выиграл, ну, я имею в виду, когда приходилось бороться с малыми отрядами. А ввел он ее на финикийской части Сицилии, где свои поддерживали колонистов, конечно. Римляне стали терпеть поражение. И, наверное, если бы карфагене еще бы дольше продержались бы, то Гамилькар добился бы больших успехов. Но, как мы знаем, деньги кончились, ресурсы кончились. И в 241 году римляне решающий удар нанесли на море карфагене. Именно после этого уже ничего не оставалось в карфагенской олигархии, как капитулировать. И ценой успеха стала Сицилия. Римляне получили этот приз. Это, в общем-то, первая римская провинция. А затем они подсуетились очень удачно, потому что в Карфагене обескровленном войной началось восстание наемников, которым давно было не плачено. И это восстание было очень сильно. Оно три года продолжалось. И карфагене бросили все силы и того же Гамилькар Барку на подавление восстания. Им было не до своих заморских территорий, а это Сардиния и Корсика. И римляне под Шумок их захватили. Да еще когда карфагене пожаловались на безобразие, они стали заплатить 1200 талантов. При том, что контрибуция, которую должны были после самой войны заплатить, была 3200. То есть, это почти половина от того. Это был, наверное, самый наглый пример откровенного международного разбоя в римской истории, какой они себе позволяли. Римляне говорили, а вы, карфагеняне, наших купцов обижаете. То есть, поводы для захвата двух крупных таких островов стали, в общем-то, ничтожные какие-то. Короче говоря, вы викте, с горе побежден. Вспомним бренно. То есть, римляне, они усвоили. Брать, что плохо лежит. Да. Потом надо бы вспомнить еще о том, что было очень такое активное пиратство в Средиземном море до того, как римляне там воцарились. И тоже было вообще при них тоже. Как раз карфагиане с пиратами лучше бороться умели, я думаю, как хорошие моряки. Этим занимались киликийцы, уроженцы Малайзии. Мы сейчас представляем себе пиратов, ну, там, например, по Роману Саботини. Да, пираты карьерского моря. Да, да, да. На самом деле есть торговля, есть пираты, нет торговли. Ну, да. Ведь на самом деле были целые пиратские республики. Пираты действовали крупномасштабно. Да и купцы и сами были пиратами. Если плывут два корабля, и капитан одного из них видит, что его экипаж и корабль позволяют захватить тот, который он видит, а чего терять? Да. Если свидетелей нет, чего же? Получалось, что купцы действовали как пираты. Что касается присоединения Сицилии, Сардинии и Корсики, это были первые кирпичи в основании римской колониальной державы, говоря современным языком. То есть римский империализм, он начался с этого. А дальше больше, дальше они весь обитаемый мир, Айкумену, в то время и завоевали. Айкумена – обитаемая часть суши, включающая все заселенные, освоенные или иным образом вовлеченные в орбиту жизни общества территории. Впервые описание Айкумены встречается у древнегреческого ученого Гекотея Милецкого. Понятие Айкумены Гекотей Милецкий включал известную грекам часть земли с центром в Алладе. Сначала провинции назывались просто область действия, которая поручалась консулом, а это уже провинция в нашем современном направлении. Ну да. Точнее не в нашем, а в позднейшем имперском, что провинция – это территория, переданная под управление магистрата или промагистрата. Ну да, так мы постепенно, я думаю, подходим к такой фигуре, как Ганнибал. Да, мало-помалу. Ему в год… Тоже любил слонов ужасно, вы знаете. В год разгрома Карфагена, я имею в виду 241-й год, ему было приблизительно 6 лет. И считается, что он родился в 247-м или 246-м. Вскоре после подавления восстания наемников, то есть это стало бы 238-й год, значит Ганнибалу примерно 9 лет, отец отправляется в Испанию. В Иберию, как она тогда называлась. Ну да, да. И его римляне уже попросили заключить договор, что к северу от реки Ибер, современная Эбра, римская сфера влияние, южнее испанская. Историки до сих пор спорят, выгодно это для Рима и Карфагена было или нет. В общем, по-видимому, на тот момент устраивало обоих. Считается, что выгоднее всё-таки для Карфагенен, потому что это дало им какую-то передышку, а римляне сваляли дурака, да, они позволили Карфагененам продвинуть свои экспансии. Но, строго говоря, они не сделали-то ничего не могли, они уже увязли в других делах, и когда ещё и Газдрубал погиб, Ганнибал, он продолжил покорение Испании, и, конечно, до конца он её не покорил, и многое там, можно сказать, на сопляхах владычество держалось, но Карфагенене, собственно говоря, нельзя говорить, что это, собственно, карфагенские владения, это были владения баркидов, потомков Гамилькара Барки, то есть Ганнибала и его братьев Газдрубала и Магона. Кстати, «барка» в переводе означает «молния». Да, барак, это и такое имя есть в Библии, он упоминается, и, собственно говоря, портреты карфагенских этих военачальников чеканились на монетах, и это, как бы это сказать, были автономные области, откуда они решили нанести удар по Риму, пользуясь тем, что римляне увязли уже в греческих, в аллерийских делах, опять-таки, борясь с местными пиратами. Ганнибал захватил город Сагунт, который был союзником Рима, римляне сказали, что по договору с Газдрубалом наших союзников трогать нельзя, им отвечали, что Сагунт тогда не был вашим союзником, и Ганнибал явно пошел на провокацию, думая, что римляне увязли в своих аллерийских делах, и начал наступление после взятия Сагунта уже на Италию. В карфаген прибыли послы во главе с Квинтом Фабием Максимум, который, согласно легенде, потребовал выдачи Ганнибала, ему отказали, тогда он свернул тогу таким образом, как будто в ней что-то несет, сказал, я принес мир или войну, карфагене, сказали, выбирай сам, он развернул тогу и сказал, я выбираю войну, а войска Ганнибала уже тем временем маршировали на Италию. Но Ганнибал совершил страшную ошибку, он не разведал должным образом пути в Альпах, мало того, что он перед походом отпустил тех испанских воинов, которые не хотели с ним идти, ему нужны были абсолютно надежные люди, а будущие дезертиры ему не требовались. Ну, те, кто остались, составили почти 60 тысяч, но беда в том, что привел он в Италию, если верить по Либию, только 26, остальные либо замерзли, либо умерли от болезней, сорвались в пропасть и так далее. И вместо победоносного марша он несколько недель, как минимум, приводил себя в порядок, если бы римляне знали, что он в таком состоянии, они бы его, конечно, в разобранном виде взяли бы, что называется, тепленьким. Ну, количество слонов поубавилось. Да, 37 слонов, да. Но беда в том, что люди, конечно. Слоны, бог что, слоны, большая роль не сыграли. Ну, кстати, люди довольно быстро наверстал упущенный, потому что 70 тысяч галлов немедленно перешли на его сторону, и не успели испортить отношения с галлами очень капитально. И, кстати, будущие участники пунической войны со стороны римлян, такие как Гай Фламинии, такие вот типичные уличные политики, они проявили себя впервые во время борьбы с галлами. Галлия – историческая область Европы. Территория современной Северной Италии, Франции, Люксембурга, Бельгии, части Нидерландов, части Швейцарии. Территория Галлии с 6 века до н.э. была заселена кельтами, которых римляне называли галлами. Отсюда название Галлия. Около 220-го года до н.э. территория между рекой По и Альпами была завоевана римлянами. Но тут надо заметить, что хотя галлов-то он и набрал, но одно дело просто солдаты, а другое дело обученные, лично тебе преданные, что называется, под себя обученные, спаянная армия. А этих-то у него и осталось. Да, конечно. Но если бы у него остались те 60 тысяч, то ход войны мог быть несколько иным. Фактически он потерял половину армии. История не знает о слогах, но о наклонении этим политологи занимаются. Да, потому что собой представляли галлы того времени, которые в нынешнем сознании у зрителей ассоциируются, в первую очередь, конечно, с Жераром Депардье в полосатых штанах. Но это не те галлы, это галлы заальпийские, а это предальпийские. Но всё равно, кстати, для римлян большой разницы не было, или, по крайней мере, они намеренно делали вид, что такой разницы не существует. Но, кстати, римляне до цезаря, или просто дикие, для римлян это совершенно дикари. Кстати, вот эту заальпийскую галлю они так и называли. Галлея Космата. Да, галлея Космата, галлея Комата. Если галлы в Северной Италии со временем ещё хоть как-то цивилизовались, то заальпийские галы совершенно были дикие. Вообще, это кельты, этноним греческий. Греки называли эту страну Кельтика. И в Европе они так очень серьёзно о себе заявили в самом начале 3 века, в 279-278 годах, когда было просто мощное вторжение галлов, или как греки их называли, в то время галатов, которые вторглись на территорию Малой Азии и со временем там осели. То есть, ну, они шорох навели, грубо говоря, в этом регионе взбаламутили все эти эллинистические царства, и в дальнейшем греки их тоже весьма опасались. А римляне, как мы помним, галлов боялись после разгрома Рима в 390-м. Причём звали их вождя, который воевал в Греции и Малайзии, тоже бренном, как и того, который ходил на Рим. Но очень может быть, что просто тому вождю, который ходил на Рим, просто приписали то же самое имя. Сочли даже, что это якобы титул галльского вождя, но это, вероятно, просто одно и то же имя скопировали. Да, но галлы того времени были вооружены в массе своей дубиной. Нет, это я не знаю. Это, наверное, галльский меч. В артиллерсии каких-нибудь, или в очень хороших пародиях может прозвучать. Они были вооружены прекрасно, поэтому, собственно, и представляли из себя серьёзную силу, ведь галлы были хорошими наёмниками. Это о чём-то говорит. Эллинистические цари не стали бы платить плохим воинам. И вообще существовал такой стереотип уже в то время, в частности, в эллинистической историографии, что если монарх хочет сохранить власть, он должен связаться с галлами. У него наёмники должны быть именно из галлов. Так же, как у римских императоров, забегая вперёд, скажем, германцы служили в гвардии. Вот при всём, при том, да, при отношении к ним, как к дикарям и так далее. Но все знали, что они очень хорошие воины. И вооружены были прекрасно. Почему их римляне галлами называют? Галлюс – это петух. Ну да. Галлы любили украшать себя, в частности, петушиными перьями. На шлеме красовался такой вот гребень. Поэтому вот отсюда и такое слово – галлюс, петух. И, как мы знаем, эти галлы доставили много неприятностей Риму. По счастью для римлян мир относительно установился к 30-м годам, 4-й века. Но в 3-м веке пришлось неоднократно им опять бороться. Затем снова какой-то перерыв. А в конце 30-х, в начале 20-х годов, в 3-й век, опять обострились отношения на севере Италии. И галлы несколько раз пытались идти походом на Рим. Римляне постарались решить проблему кардинально, как это они обычно и делали, если у них была возможность. То есть, в 225-м году происходит решающая битва, такая довольно серьезная битва при Таламоне. Галлы потерпели поражение. После этого римская политика на повестку дня, римский сенат, имею в виду, поставила цель вытеснения галлов из Паданской долины. То есть, речь шла уже о завоевании самого севера Италии, Сазальпинской коллеги. И эту задачу они реализовали к 221-му году в общих чертах. То есть, Паданская долина была оккупирована. Причем, римляне действовали очень жестко. Почему они вызвали такую ненависть со стороны галлов, местных инсубров, циноманов, боев. Там были племенные союзы. Кстати говоря, галлы они же не создали своего централизованного государства. Вообще, представление о кельском мире – это современная конструкция. Они себя, как единый мир, конечно, не ощущали, как греки. Да, да. И, кстати, вот в Фламинии, которые последствия… Это было их слабым местом. Возможно. Я так положил. Ну, как бы нет центральной власти. Конечно, поэтому римляне их и завоевали. На мой взгляд, римский сенат, частую, проиграл первый период войны. То есть, Ганнибал по всем статьям римлян переграл. Он показал, что такое хороший полководец. Хорошая армия. Ну, и армия, соответственно, стремительно двигается. Ведь римляне постоянно опаздывали. Консул Сапион должен был перехватить Ганнибала на дальних подступках. Еще в Галле. Он опоздал. Римляне увидели, что делал Шуах и назначили диктатором Фабия Максима, того самого, который был на переговорах и разворачивал Тогу. И он решил, что раз мы не можем выиграть сражение, тем более, видимо, все кадровые, так сказать, войска, которые умели воевать, уже просто погибли. Надо обучать. Но для этого надо время. Он просто развернул партизанскую войну. Пеканных 80 тысяч набрали. Да, но это были, видимо, новобранцы. А еще Цицерон говорил, что необученные воины и обученные, если их сравнить, то необученные бабы по сравнению с тем, которые умеют. И в итоге они просто позволяли Ганнибалу все жечь и грабить, но и сами тоже жгли и грабили то, что не успел захватить Ганнибал. Страдали от этого прежде всего бедняки. Они, конечно, гудели, возмущались, что это, мол, нарочно делается не для того, чтобы победить врага, а для того, чтобы вредить беднякам. Возможно, это, правда, позднейшее уже наслоение у историков. Но так или иначе, это же ясно. И в итоге Фабий зажал в компании армию Ганнибала в одном из ущелей под Казелином, потому что проводник не расслышал, что ему сказал Ганнибал. Тот сказал привезти под Казелин, тот привел под Казелин. А может быть, и не расслышал. Ну, да, это все напоминает сражение по два Торлова. В общем, так или иначе, он его привел не туда, и Ганнибал был окружен, но сделал очень простую вещь. Привязал к головам быков и коров, которые были в его обозе, солома, поджег ее, вся эта ревущая толпа понеслась, куда глаза глядят, то есть на римские коровы. Это ночью было залезо. Перепуганные насмерть часовые, разумеется, разбежались, и Ганнибал прорвался. Разумеется, возник вопрос, что ты нас заставляешь терпеть потерю наших хозяйств скудных, тем более, что хитрый Ганнибал запретил трогать поместье самого Фабия Максима. Правда, Фабий Максим благородно за свой счет выкупил часть пленных. И в итоге его начальник конницы, который был у диктатора, обязательно в минуту цитерм поставил вопрос о разделе власти, и половину армии передали ему. Правда, в минуту цитерм, когда сродился с Ганнибалом, он тоже, в общем, был разбит, и Фабий Максим спас его от окончательного разгрома. Ганнибал не успел добить его, появился Фабий Максим. Опять армии слили, но срок диктатуры 6 месяцев, все кончилось, и настал 216 год, когда приступили к исполнению обязанностей два консула. Луций Эмили Павел, консул 219 года, герой войн в Иллирии, и консул Гай Терренци Варрон, тоже такой уличный политик, но в отличие от Фламиньи, без военного опыта. Консул в Древнем Риме – одна из высших государственных должностей. Коллегия двух консулов была учреждена согласно античной традиции после изгнания царя Тарквиния Гордова. Сначала консулы выбирались только из патриции. В результате борьбы с плебеями доступ к консулату получили также и плебеи. Консулы обладали высшей гражданской и военной властью, набирали войска по два легиона каждой и возглавляли их, созывали сенат и народные собрания, производили важные должностные назначения. Поскольку консулы командовали попеременно, то в тот день, когда командовал Гайтерен Севарон, он решил дать бой Ганнибалу, 80-тысячную армию построил квадратом. Грубейшая ошибка. Раз у тебя такая большая армия, ее надо строить наоборот в ширине, чтобы не дать себя окружить и самому попытаться окружить противника. И ему эта ошибка стоила, то есть, не ему, а армии, точнее, его коллеге стоила очень дорого. Ганнибал, пользуясь, что у него хорошая конница, более многочисленная и более обученная, это прежде всего нумидийская конница. Кстати, и пехота его была тоже лучше. Все говорят обычно о том, что у Ганнибала кавалеристы были сильны, но его пехота-то была лучше обучена и организована, потому что эти-то были новобранцы. И в итоге, когда этот огромный квадрат на него пошел, пехота, то он в свою центру приказал отступать, причем отступать надо было грамотно, чтобы не побежали. Это были галлы, кстати говоря. Нас три атаки-то стали галлами. Ну, разумеется, своих он берег, прежде всего, ветеранов. А кавалерии, то есть, надо было, чтобы не произошло разрыва, чтобы пока фланги наступают, чтобы они не оторвались от центра. То есть, это нужно и хорошее управление армией, надо знать о своих воинах, что называется, быть на пульсе. Держать руку на пульсе сражения, чувствовать бой. И все получилось. На карте очень красиво, а на практике не так-то легко осуществить. Поэтому он прорвал фланги и противника окружил. Хотя римляне имели огромный перевес, но они были дезорганизованы. В бою погиб Луцемилий Павел, который, собственно, и будет, и не хотел давать Теренции. Ворон спасся. Но римский сенат, желая показать, что нам никакие поражения нипочем, Теренция благодарил за то, что спас хотя бы часть армии. По иронии судьбы, вот, зять консула, погибшего при Каннах, цепион Африканский, в дальнейшем разгромил Геннибала, а внук, цепион Эмилиан, разрушил Карфаген. То есть, вот, пожалуйста, верь или не верь в судьбу, но потом, таким образом, значит, зять и внук отомстили. Метафизика истории. За гибель Эмилия Павлова. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю моих гостей за участие в ней. Спасибо вам. Мы продолжим наши фунические войны через какое-то время. Смотрите нас на канале 365. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!